Девушки отдыхают Я правда не видел Крупную ящерицу, ну-ка, шесть букв Баран, баран пять Баран пять На Гиев подходит Здравствуй, мой любезный зритель Это очередной спецвыпуск шоу «Известь» Под кодовым названием Встречи не очень интересного человека С очень интересными людьми Сегодня у меня в гостях Актер, театр, кино, певец, танцор, художник, писатель, музыкант Выясним, что из этого правда Сергей Стёпин Привет, привет, привет Очень приятно И танцор, и музыкант Откуда вы все знаете? Действительно так Все правда Все правда И своих фанатов с собой привели Ну да, прекрасно А как же? Ходят со мной всюду Как вы? Что вы сейчас делаете, Сергей? Работаю Работаю Лето еще не закончилось А работа продолжается и кипит Съемки И съемки, и спектакли Потому что все готовятся к новому сезону В том числе и я В том числе и театры В том числе и кино Так что сейчас это кажется Так все отдыхают И там разъезжают И улетают куда-то Прилетают обратно На самом деле Работа Работа, да Это антрепризные спектакли? Это антрепризные спектакли Да, да, да То есть вы его сейчас поставите И погнали по России И погнали по России И не только, надеюсь Ну просто многие, например Вот есть такое В театральной среде Снобистское отношение К антрепризам Вообще в целом Что вот мы Служители Мильпомены Мы 72 года играем Значит Ромео и Джульетту И вот репертуарный театр Это вот Это театр А антреприз Это такое что-то Легкомысленное Сейчас артисты вообще Дорожат своей работой Во-первых Во-вторых Нужно сделать качественный продукт Все заинтересованы в этом Заинтересован Не всегда, правда Но по большому счету Заинтересован продюсер Вот Артисты всегда заинтересованы Потому что они не хотят Выступать в всяком Всяком Г Г В глобальных Глобальных Да, да, да В этом смысле Вот Поэтому Артисты Я не встречал Честно скажу Не встречал артистов Которые так через губу Что-то делали Потому что им выходить на сцену На них будут смотреть Им за все отвечать На самом деле Артист Как всегда Крайний Да Потому что никто не будет Как-то продюсер У этого спектакля Вот был не очень Актер молодцы Не, ну продюсер Я в каком смысле имею Вряд ли в зрителе В зале Знаете Актеры не понимают Ну вот продюсер подкачал Конечно Да Все хорошо Все хорошо То ли у них читок мало было Продюсер не обеспечил условия Да, да, да Вот вряд ли Да, такие претензии Бывают 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 Да, да, да И когда говоришь Что-то спектакль Мы-то нормально Продюсер Понимаешь Как переключаться Вот переключаться У вас же явно Есть параллельно Какие-то проекты Здесь вы играете зомби Тут вы играете гавлета Здесь вы играете Я больше не знаю Кого можно играть У меня кончились примеры Ну то есть это же надо Еще как-то переходить Из этого состояния Из одного в другое Да, да Есть такая замечательная фраза Достигается упражнением Вот Так что это же не сразу вдруг Ну да Это же начинается С театрального института Когда ты сначала Играешь в театре Там Дерево Вот Это очень важная роль такая Вот А потом вдруг играешь Какого-то там Островского Или в Достоевском Или в сказках И так далее Причем никакой середины Нет между этими ролями Нет То есть ты сначала Дерево И потом все Лопахи Да, да, да С утра С утра-то и дерево А вечером уже Не, обычно артисты Вечером дерево В сказке В дерево Обычно в дерево У нас есть Вопросы Которые задавали вам В разных соцсетях Под вашими фильмами Сериалами И тому подобное Мы их нашли Тут могут быть разные Могут восхищаться Вашим талантом А могут ненавидеть То, что вы делаете Да, да, да Как совпадет Я сам не знаю Что тут за вопросы Поэтому давайте посмотрим Что интересует людей Вот смотрите Что интересует На сайте телепрограммы Про был вопрос Про поводу Действительно ли На съемках сериала Перевал Дятлова В котором вы снимались Было много мистики Была ли она вообще Звезда сериала Перевал Дятлова Рассказала о пугающих Странностях на съемках Актер из Перевала Дятлова Рассказала о мистике На съемках Было такое? Что-то прям такое Мистическое В Дятлове В целом сериале Ну конечно Мистик Это наверное Все-таки Элемент Такого законченного кино Когда уже Артистов сняли Когда уже Дымку подпустили Музыку подстроили Как бы все Дали Все и тогда Возникает Некий третий элемент А когда снимаешься Достаточно прозаично Достаточно прозаично Тем более у меня там было По-моему Не помню Два дня что ли Съемочных Съемочных И это было Приятно Общение Ну все равно Это яркая роль Вот кстати говоря Вот такие роли Небольшие Они для артиста Ценны чем Помимо Чека Помимо Чека У нас же Чеки На съемках Правильно? Ну в основном Да Мы же в Айдахе Сейчас находимся Это роль Это роль И она по-своему Важна Вот Это через Как бы через эту роль С этими людьми Проходит главный герой Это что-то в нем Оставляет И так далее И так далее Поэтому Это во-первых Для фильма важно А во-вторых Как бы очень важно Проявиться За такой короткий промежуток Да Чтобы запомниться Запомниться То есть вам Такие эпизоды тоже ценны Ну как актеру Я имею в виду Вам они интересны Конечно В принципе Вот И вот сериал Ну и при этом Вот в том же Перевале Дятлова Вас запомнили Это была яркая роль Она может быть небольшая Знаете я Да Небольшая Вы пытались вспомнить Что вы играли Да В Перевале Дятлова Перевал Блин-блин Что же это там было такое А вот смотрите Очень короткий вопрос Вам задают В одной из соцсетей Могли бы вы Вообще отказаться От кино В пользу театра Вот мы с вами Начали с театра разговор То есть в принципе В принципе вот Комфортно себя чувствовать Исключительно на театральных Подмостках Без кинорали Ну я думаю нет Я думаю нет Это не только Разговор про чек Да Да У вас есть спектакли Которые вы не очень Хотите вспоминать Вот прямо Я имею ввиду Не пьеса Конкретная А вот прям Конкретный спектакль Вот где прям Не пошло Вот вы прям Выходите Думаете Блин Может мне в реклайме Майонеза только играть И не мое Вообще театр Может майонез не пошел Уж майонез не пошел Береда Может зря я в дерево Да Но все таки Надо возвращаться К деревам Нет конекта Вот не пошла Не пошел Сегодня спектакль Не работает Сегодня или вообще Ну вот в конкретный день Конкретный день Конечно бывает Бывает такое Конечно Больше того Оно какое-то Даже есть Некое предчувствие Такого Ты вроде бы Пытаешься Ты чувствуешь Что сегодня Что-то вот Не то Не то Не то Не пойдет Спектакль А не приехать-то нельзя Не приехать нельзя Другое дело Что ты приезжаешь И действительно Что-то Как-то Что-то такое Как на костылях Вот с чем Это психологическое состояние Не пойманное Мы всегда шутим Трудно сказать Трудно сказать Мы всегда шутим По этому поводу С цирковыми артистами Вот они не могут Такого сказать Вот сегодня Что-то вот Идет по проволоке И про себя думать Нет Сегодня что-то Не пойдет у меня Да Вот не пойдет Или там Медведь Такой вот Что-то Сегодня я ему руку давать не буду Не в ресурсе Да Или вот это Понимаете Это люди Которые не могут себе позволить Такого Вот драматический артист Может позволить Сегодня что-то не пошло Я все сказал Все сделал Но вот Что-то не пошло А ребята по проволоке ходят И они не могут такого сказать Иди в любом состоянии Да они могут раз Такое сказать Пока летит Не мой день Не мой день А вопрос Вам есть еще Из интернета Есть ли у вас Некое творческое Табу Роль На которую вы бы Никогда Не согласились Может уже Кстати были Такие предложения Ну Что тут Умеется ввиду Эротико-драматические Сцены Эротико-драматические Сцены Я просто Из эротических Нет сцен Знаете Есть эротико-драматические Сцены Все равно При этом Нужно что-то еще Играть Кто я в этой Оргии Хочется задать вопрос Какие-то такие Слышим Какие-то аморальные Какие-то вещи Это безусловно Но это же интересно Ведь играть Аморальных персонажей Интереснее Чем позитивно Не аморальных персонажей Я имею в виду Аморальные вещи Аморальные вещи Творяющиеся в кадре Это совсем другое Да Там вот С голой задницей И так далее Как бы Ну есть некие Такие Внутренние барьерчики Внутренние барьерчики Есть Конечно Конечно Еще вот такая история С одного из порталов Российский актер Сергей Степин Рассказал Что он стал актером Наспор Правда ли это? Что вы Наспор Решили стать актером? Честно? Да Да Ну а в чем был спор? Спор был в том Что Это было давно Это было Два месяца назад Давно Это было Конечно У меня родная сестра Галя Которую я очень люблю И естественно Она в детстве Там в третьем Четвертом Наверное В пятом классе Собирала Тогда были Карточки артистов Их вешали Там собирали Как-то их Смотрели Вспоминали Фильмы Что-то себе Фантазировали Особенно девушки Девочки и девушки Вот И она как бы Говорит Все я буду артисткой И так далее Галя Я буду артистом Это точно И мы с ней Прям вот так Зарубились Вот так Кто? Мама нас разбила Вот И до сих пор Мы такие вот В разбитом состоянии Мы находимся Она конечно Работает Совершенно не связанно С творчеством С театром Вот А я вот как-то пошел И вот я помню этот момент Это с этого все Наверное началось Уперлись Уперлись и добились Еще один вопросик Из интернета Отзыв О фильме Про бабушка Легкого поведения Начало Да Готовимся У вас там была роль Начальника ОБХСС И вот что пишет Зритель этого фильма ОБХСС ОБХСС О борьбе с хищениями Социалистической собственности Да Всем кто моложе 202 лет Я напоминаю Что это такое Актерская игра Обратила внимание Что в отзыве на этот фильм Я многое пишу в кавычках Потому что назвать игрой То что происходит в этом фильме Язык не поворачивается Актеры даже не пытаются Сыграть персонажей Используя по максимуму факт Что фильм крутится В период майских А значит зрители будут Смотреть его под коньяком И шашлыком А значит схавают Согласны ли вы с тем Что никто там Ни фига Не играет В этом фильме А Тааак Ну-ка Ждем Вот Недоволен народ Да Нет Ну во-первых Это как бы Момент То что я согласен О том что Может кому-то нравится Кому-то не нравится Но все играют Безусловно Все играют И все играют И у нас Я помню Была замечательная команда И Дима Нагиев Просто великолепен Вот он Дело в том Что иногда Как вам сказать Иногда человек Ну как бы игра Зачастую Да Ты смотришь на экран И не понимаешь Это он говорит Или все-таки персонаж Понимаете Потому что Человек Как бы И персонаж Они настолько Близко друг другу Стоят Вот Что ты Думаешь Так Да это же Нет Это Просто Нагиев Зашел Да Например Там А не персонаж Нет На самом деле Все играют И замечательный Был сценарий Ну как бы Не пришлось Ни ко двору Как бы Этому зрителю Ну не пришлось Не пришлось Но я слышал Достаточно много Хороших отзывов Я правда Не видел Не смотрели Да Я правда Не видел А что так Да что так Как-то вот Замотался Думаю Сейчас Сейчас Вот этот спектакль Потом этот спектакль И посмотрю Потом сериал Нормальный А потом сериал Потом раз А уже и вопрос А уже все А уже надо сниматься В четвертой части Да А уже нужно отвечать На вопросы А мы вот нашли У вас в инсте Вот такую фотографию О да И спрашивают люди А что это было Почему фейс А да 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 Откуда Нет На самом деле Ощущение Что это как будто Это не фейс Это как будто Гоголь решил Сделать татуировки На лице Да кстати Да 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 Это откуда Такой образ У вас возник Это было шоу На СТС Ну кто помнит Эти шоу На СТС С другой стороны И когда мы попали На это шоу Сережа Светлакова Вот Там было очень много Образов И это вот как раз Артисты дорвались Вот Там было очень много Это видимо Слава богу ты пришел Слава богу ты пришел Точно да Конечно Я сижу лихорадочно вспоминаю Да 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 Что Светлаков продюсировал Да 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 Вот Было достаточно интересно И смешно А есть огромный вопрос Я его сейчас попытаюсь Огромный вопрос Огромный вопрос Это написал Ришат из Астрахани На сайте Кинотеатр.ру Он спрашивает А мне Сергей Запомнился Сейчас у вас будет тоже Я думаю взрыв Из прошлого Пароли Работяги Трансвестита В одной из телепередач В 90-х годах Работяга То ли слесарь Сантехник То ли токарь Перестал скрывать Свою сущность И стал везде ходить В женской одежде В шляпке На каблуках Накрасившись Приходил на работу В таком антураже Здоровался с другими Слесарями И шел выполнять Служебные обязанности Потом возвращался домой Его ждали двое детей Жена и теща Он все время был в платье Жена говорила Что ей нравится Новый имидж мужа Дети поддерживают Причем все это Показывали на полном серьезе Просто у вас дома Что это было? Это было шоу Это тоже шоу Конечно С ногтями Это ужасно было Как это все Вот это Нельзя это все Ну это навык Это годами надо так ходить Это невозможно И я после Когда я вижу Там Девушки в длинные ногти Я понимаю Как она живет с этим Как Вообще Потому что Там же еще сейчас Наклеиваются Это все Вот это Все дела Рисунок И так далее Это все очень важно И вдруг У меня был опыт Да Расскажи Это было На самом деле Это был фестиваль Было пятилетие Юмор ФМ И мы делали фестиваль Круиз был по Европе Была Греция Хорватия И еще что-то Не помню уже И Черногория Вот И там была вечеринка На этом фестивале Где мужчины Переодевались в женщины А женщины Переодевались в мужчины А я вел эту вечеринку И я думаю Ну надо же как-то Соответственно поддержать А у нас была остановка Мы вышли там С девочками в магазин И я говорю Нам надо купить Мне платье И мы пришли в магазин И я говорю по-английски Мне нужно платье Она говорит Ну на кого из ваших подругов На меня Мне нужно черное Платье вечернее И мы купили Черное вечернее платье И как-то так Перестарались Что в итоге Я пришел на этот конкурс Осудили это все дело Танцовщицы и стриптизерши Ну кто лучше всех Разбирается в мужчинах И в женщинах И все И мы выходим Я с сумочкой Все на каблуках В платье В чулках Это невероятно сложно И как вы в этом ходите Я не понимаю Реально Но в платье В целом все дышит В этом есть плюс И Финальный вердикт От жюри И они говорят Вот побеждает Вот не я Вот он Говорят А почему Ну вот же гораздо круче Говорят Ну это не честно Это же просто настоящая женщина Я говорю Да нет Ну как бы Не то чтобы То есть я не выиграл Не выиграл Потому что они посчитали Не честно Что женщина участвует Ну тут еще гормональная Конечно Но тем не менее Вот Ну в целом Это интересный опыт Если не увлекаться Да 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 Вот кстати еще вопрос Как раз про ваши Телевизионные работы Нас спрашивают Про сериал Чоп Кстати очень много По этому поводу пишут Что очень классный Будет ли третий сезон Хотя бы теоретически У него Потому что Чоп была Такая прям большая Это какая-то боль внутренняя Да Это как бы Судя по всему Сериал Чоп Да У нас во-первых Редко так бывает Собралась Ну просто идеальная Какая команда Вот Так долго очень Нас подбирали Друг другу Как-то Все это Наверное На совместимость Наверное Потому что Было очень много проб Вот И собралась Действительно Очень хорошая команда И сценарий Очень интересный Был Я даже зачастую Иногда Не учил дома текст А просто Я вот приходил И он просто Вот ложился На меня Вот так Я вот Раз, два, три Я все выучил Я все выучил Вот И какие-то Смешные очень Истории были Мне очень Жалко Что Сериал Не пошел дальше Хотя мне кажется Можно было Другое дело Там и наши Авторы Это же Группа Хлеб Ребята Да Они как бы Мне кажется Ударились в музыку И пошли Все-таки Выбрали эту Сидио У нас есть рубрика Так Постоянная Нет Не постоянно Что я вру Она будет только сегодня И больше никогда Потому что Все-таки Одна из ваших Таких знаковых Телевизионных ролей Это ЧОП Это охранное предприятие А что больше всего любят Охранники Это Сканворды Да И поэтому у нас Рубрика Сканворд Для двоих Так Правила Очень простые На самом деле Наши игры Сканворд Для двоих Мы сейчас будем с вами В течение минуты Друг к другу Быстро читать Вопросы Итак Погнали Давайте я первый Задам пример Мастер по деталям Все Слесарь По деталям? По деталям По деталям Шесть букв Мастер по деталям Можно сказать дальше Например Слесарь не подходит Сле Слесарь Токарь 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 Наверное Стояночная акватория Четыре буквы Порт Стояночная акватория Порт Но Если мы пишем Что стояночная акватория Порт То имя Ханги Будет начинаться На О И она будет Олена Тихо Есть Алена Есть Олена Но все равно Она не Алена Она Елена Елена Надо брать Из разных сторон Смотрите Тогда стояночная акватория У нее вторая буква Будет Е Стояночная акватория Вторая буква Е Это Перд Нет Перс Перс Мреч Меч Стояночная акватория Что это Вторая буква Е Мель Мель Стояночная акватория стояночная акватория мель рейд я написал мель уже все но крупную ящерицу ну-ка 6 букв баран баран 5 баран 5 на гиев подходит крупный ящериц не варан а например геккон от некрупная ящерица геккон но это некрупная ящерица что время кончилось время кончилось ладно я что-то уже так я кстати забыл вообще зачем это начали просто начал сканворд разгадывать по-моему интересно интересно вот прекрасный вопрос и а последний вообще на другой странице увидел штора для артиста занавес занавес дорогие друзья это был сергей стёплин актер театра и кино огромное спасибо что заглянули сегодня прям и в гости было очень приятно спасибо очень приятно я желаю удачи вам и в театре и кино и на телевидении вообще во всех ваших начинаниях это шоу изы смотрите нас постоянно везде и делитесь этими роликами меня зовут сава пока